МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале час новостей в студии Денис Уонос. Здравствуйте. Лучше предупредить, чем лечить. Выездные бригады врачей вновь отправятся в вояж по региону. Губернатор дал поручение определить конкретные населённые пункты и даты визита медиков. Дубинкой выбивали признание в убийстве. Свою версию в суде представила МИЧ, который, по версии следствия, похоронил собственного отца заживо. Подробности из зала суда. Посыпят и новые дороги пеплом. Отходы сомских ТЭС будут применять в строительстве магистралей. Именно этот образец пригоден для сооружения нижней части земляного полотна. Когда зала станет новым строительным материалом и на какой дороге испытают ноу-хау учёных из Автодора? Домашний формат на главной музыкальной площадке региона. Концертный зал готовится к мегаквартирнику. У нас будут относительно молодые коллективы. Представим меню нового концерта. И сотни тысяч лайков и слов благодарности за спасённого лося. Водители помогли лесному гиганту выбраться из плена и стали героями соцсетей. Омикрон в Омске. О первых случаях заражения новым штаммом сообщают омские СМИ со ссылкой на свои источники в региональном Роспотребнадзоре. По неподтверждённой информации заболели 6 человек. Официальные комментарии в ведомстве пока не дают. В областном Минздраве тем временем заявили, что готовы оперативно ввести в оборот ещё больше 1700 коек для коронавирусных пациентов. На сегодняшний день в красных зонах развернуто почти 2300 мест. Но порядка 40% свободны. Однако неоднократно эксперты прогнозировали грядущую пятую волну пандемии на фоне распространения нового штамма. В областном Минздраве также сейчас решается вопрос о создании дополнительного резервного фонда стационарных мест. В больницах обеспечивается запас препаратов, средств индивидуальной защиты и ДЕС-средств. Медики активно изучают опыт коллег, в том числе зарубежных, которым уже пришлось познакомиться с новым штаммом. И сегодня стала известна дата нового заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Встреча экспертов состоится в ближайший четверг, 20 января. Губернатор Александр Бурков вместе со специалистами, представителями министерства и санитарными врачами обсудят текущую ПИД-ситуацию в регионе, а также эффективность действующих ограничительных мер. Напомню, после длинных праздников статистика новых случаев заболевания COVID-19 в Омской области стала расти. Если неделю назад за сутки было выявлено 203 заражения, то за последние 24 часа уже 281. Подскочила на третья и федеральная статистика. Только за минувшие сутки заболевших коронавирусом стало почти на 30 тысяч больше. И, скорее всего, на фоне такой непростой ПИД-ситуации новых поставлений мечам ждать не стоит. А вот будут ли рассматривать новые ограничения, узнаем в четверг. Городские службы бросили все силы на уборку улиц. В течение двух дней в Омске бушевала метель, снег шел почти не переставая. К уборке дорожники приступили еще в субботу. Работу вели и днем, и ночью. В круглосуточном режиме постоянно было задействовано порядка 200 единиц техники. Израсходовано больше 3 300 тонн противогололедных материалов. Для того, чтобы устранить заносы, накаты и зауженность в проезжей части магистрали прометали и обрабатывали песко-соляной смесью повторно. Работы по уборке улиц после бурана продолжаются и сегодня. В ближайшие дни синоптики также обещают осадки. Мобилизованы все ответственные службы. Олег Заремба, экс-вице-мэр Омска, теперь возглавляет Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Сегодня Александр Бурков представил правительству региона своего нового заместителя. Напомню, 14 января Михаил Каракос, ранее занимавший эту должность, подал в отставку. Он проработал в региональном правительстве около трех лет. По имеющейся у СМИ информации, чиновник продолжит карьеру в Москве. Олег Заремба с понедельника, 17 января, приступил к исполнению своих обязанностей. Увеличение пенсии, новые меры соцподдержки. В пенсионном фонде рассказали о нововведениях этого года. Для неработающих пенсионеров выплаты пересчитают дважды. Сначала проиндексировали почти на 6%. Однако президент Владимир Путин поручил увеличить индексацию до 8,6%, чтобы покрыть инфляцию, которая оказалась выше ожидаемых значений. Поэтому в скором времени страховые пенсионные выплаты ждет до индексации. Что касается других изменений, то специалисты напомнили, теперь ряд социальных мер поддержки будет оказывать фонд, а не органы защиты. Мы говорим о работающих гражданах, имеющих детей, о лицах, подвергшихся воздействию радиации. Это реабилитированные лица, инвалиды, имеющие транспортные средства, и военнослужащие, члены их семей. По нашему региону речь идет о 14 тысячах жителей, которые являются уже получателями выплат. Никаких заявлений получателям выплат писать не надо. Все данные в пенсионный фонд поступят автоматически. Если же пособие оформляется впервые, то обращаться нужно к специалистам пенсионного фонда или в МФЦ. Уже летом оформить выплату можно будет онлайн с помощью сайта госуслуг. К другим темам выдает себя за жертву системы. Амич, который похоронил отца заживо, изменил показания. Житель деревни Озерка и Сиркульского района отрицает вину и теперь пытается изобличить полицейских. Новую версию трагической гибели родного отца Амич озвучил сегодня в областном суде во время допроса. Обвиняемый рассказал о давлении и физическом насилии со стороны участкового. Мужчина настаивает. Его отец, жертва, скандальная история о преждевременном погребении скончался по естественным причинам. Но участковый решил, что называется, повесить на сына покойного убийства. И буквально выбил из подсудимого признание. Дубинкой. Ну а как вы поняли, что на вас хотят навесить убийство? Он дубинкой, что-то разотрянет, и подал бумагу, подписал. Вот эту бумагу подпиши. Вам сотрудники полиции применяли физическое или физическое насилие? Не били, не трогали. Резонансная история, напомню, произошла почти год назад. По версии следствия, в день трагедии обвиняемый зашел в дом, увидел отца спящим, но заподозрил, что тот умер. Убедиться в кончине мужчины решил жестким способом. Ударил пенсионера молотком по голове. Затем похоронил в огороде. Позже, когда подозрительным происшествием узнали силовики, выяснилось, что в момент погребения 78-летний пенсионер был жив. Сельчане начнулся в глубокой яме, но выбраться из снежного плена не смог. Через три часа скончался от переохлаждения организма. В ходе следствия обвиняемая позиция была другая. В первоначальных своих показаниях он признавался в совершенном преступлении, поясняя, что действительно между ним и отцом произошла ссора из-за того, что отец требовал дать денег на выпивку и поделиться водкой к оставшейся у них. Однако подозреваемый отказался удовлетворить просьбу отца. Из-за этого произошел конфликт, и он несколько раз ударил его по голове. Подсудимый обвиняется по пункту ВД, часть 2-й, 105-й Главного кодекса Российской Федерации, а именно в совершении преступления, то есть причинении смерти другому человеку, находящемуся в беспомощном состоянии с особой жестокостью. Напомню, в начале расследования сын покойного дал признательные показания и на камеру реконструировал преступление. Детально рассказал о скандале и драке с отцом, которые предшествовали убийству. Но сегодня МИЧ пошел в отказ. Теперь подсудимый настаивает и неоднократно терпел унижение со стороны сурового родственника. Но любил отца и заботился о нем больше 40 лет. Между тем обвиняемый пытается спутаться в показаниях и не отвечает на конкретные вопросы судьи. Например, не может объяснить следы крови на молотке, предполагаемом орудии преступления. Добавлю, психолога-психиатрическая экспертиза признала МИЧа вменяемым. А это значит, что он может нести ответственность за преступление по всей строгости закона. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Золоотвалы Омских ТЭЦ пустят в дело. Шлаки, оставшиеся после сжигания угля, пойдут на строительство северного обхода, который свяжет трассы Омск-Тюмени и Омск-Новосибирск. Над технико-экономическим обоснованием проекта совместно работали Рос, Дорни и Сибади. Ученые пришли к выводу, что золошлаковые материалы отлично подходят для дорожного строительства. Это позволит решить сразу две проблемы. Экологическую, хотя бы частично разгрести горы отходов и разобраться с вопросом нехватки в регионе грунта для столь масштабной стройки. В земполотно планируют уложить 5 миллионов тонн золы и шлака. Для сравнения, если использовать более традиционный материал – песок, то речному порту, чтобы добыть необходимое количество, потребуется 10 лет. Денис Жарков с подробностями. Гранит науки можно грызть и вот так, ковыряя ножом мерзлый грунт. Свойства золошлаковых материалов – это то, что не сгорело в топках Омских ТЭЦ. В Сибади изучили всесторонне. Замораживали, запекали, поливали химикатами, смешивали с цементом, разбавляли водой и проводили множество других опытов, чтобы понять, можно ли применять отходы для дорожного строительства. На данном приборе компрессионного сжатия мы определяем физико-механические свойства грунта. После испытания результаты мы можем увидеть на компьютере. Именно этот образец пригоден для сооружения нижней части земляного полотна. Насыпи из золошлаковых отходов возведут при строительстве северного обхода. Конструктивно-технологические решения разработали эксперты Росдорнии. НИИ, опираясь на исследования омских ученых. Как выяснилось, в золошлаке материал очень интересный. Пористый, легкий, что защитит дорогу от проседания и промораживания. И при этом очень дешевый, потому что никому не нужен. В данный момент эти материалы не востребованы. Они являются побочным продуктом теплоэнергетики. В процессе сжигания угля мы получаем эти самые золошлаковые материалы, которые годами складировались на специализированных золоотвалах. Сейчас же мы можем их привести в кондиционное состояние, достать и использовать в дороге, поскольку для строительства такого масштабного объекта, как северный обход, у нас в области просто нет резервов грунта, которые можно использовать для этих целей. Грунта мало, зато отходов много. По оценкам ученых, на отвалах омских ТЭЦ уже накопилось около 75 миллионов тонн золы и шлака. 5 миллионов, как минимум, закатают в асфальт при постройке северного обхода. Вот эта зона пойдет на ближайшее строительство, потому что северный обход как раз вот здесь будет проходить, по северной части. Ну и, возможно, потом мы это расширены, то, чтобы убирать это за этой зоной. Пустить отходы ТЭЦ в дело в Омске пытались еще в 80-е годы. Ряд дорог в центре построили с использованием золоминеральных смесей, но на этом практически все и закончилось. После были только единичные объекты, например, дороги на самих золоотвалах. Между тем, считает Сибади, у золошлаковых материалов большое будущее. Применять их можно не только при строительстве новых дорог, но и в ремонте старых, а также для рекультивации мусорных полигонов. Все необходимые исследования уже проведены. Осталось реализовать проекты на практике. Первым из них, вероятно, будет строительство северного обхода, которое ориентировочно начнется после 2024 года. Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Мошенничество как особый вид криминального искусства. Эксперты рассказали о новых схемах аферистов, которые заставляют поверить в ложь каждого второго. Теперь злоумышленники не пытаются спасти чужие средства, обещают выплаты за трудовой стаж. Способ не замысловат. Жертве в СМС сулят крупную сумму за отработанные годы. А чтобы получить ее, достаточно назвать лишь номер карты. После мошенники требуют озвучить код. И стоит человеку назвать сочетание цифр, сбережения тут же пропадают. Правоохранители еще раз напоминают. Ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные и банковские сведения. Еще одна схема – развод на скидки. Аферисты предлагают товар по одной цене, в итоге забирают намного больше. И куда уж без коронавируса. Злоумышленники продолжают продавать поддельные QR-коды, уверяя, что с ними клиенты смогут обойти любые ограничения. И вот о чем расскажем в итоговом выпуске в 19.30. За любимого учителя встали горой. В Морозовской средней школе возник конфликт между директором и учителем начальных классов. Последняя уже написала заявление по собственному. Защищать педагога взялись родители. Мы отстаиваем интересы своих детей. Почему посреди учебного года у нас довели такое, что получается у нас уходит учитель, которого дети любят, уважают. Причина, говорят родители, в скандальной мамочке. Та захотела перевести ребенка в другой класс. Согласовала это с директором. Но нового учителя в известность никто не поставил. В конфликт пришлось вмешаться представителям районного комитета. Кто после экстренного собрания может пойти с вещами на выход, расскажет Денис Жарков. Вышли на тропу борьбы с плесенью. Омские химики трудятся над средством, которое бы стало эффективным, доступным и избавило бы планету от грибка. С колбами и растворами легко управляются школьницы. Дополнительные уроки естественных наук берут в Омском кванториуме. Мы отслеживаем рост каждые три дня. И мы видим результат, что некоторые концентрации сильных окислителей работает, а некоторые нет. Если проект выстрелит, то и амички встанут в один ряд с гениальными несовершеннолетними изобретателями. Именно благодаря детским умам в мире появились ласты для плавания, фруктовый лед и даже шрифт Брайля. О героях дня детских изобретений в 19.30 расскажет Константин Лондон. Медицинский десант высадится в отдаленные населенные пункты региона. Сегодня на аппаратном совещании Кабинета министров Александр Бурков поручил проработать вопрос и дать предложение, когда, где и в какие сроки будет организована диспансеризация жителей области выездными бригадами. Ранее к подобной работе уже привлекался сводный медицинский отряд ФМБА. В 2018-м омские, московские и новосибирские врачи выезжали в малые села, где проводили прием местного населения. Основная цель таких выездов – выявить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях и назначить своевременное лечение. Губернатор распорядился организовать диспансеризацию жителей отдаленных сел собственными силами региона. Вот были в знаменке с Алексеем Петровичем. Люди ставят вопрос. Полностью диспансеризацию пройти не могут? Не хватает профильных врачей? Просят сделать выездными бригадами. Как мы с вами делали в 2018-м году. И я напоминаю, количество выявленных больных было большое. И по онкологии. Это то, что необходимо это делать. Поэтому здесь поручение Куприянову Владимиру Васильевичу и Минздраву. В течение недели проработать вопрос, дать предложение. Здесь надо смотреть, что мы можем сделать своими собственными силами. Превратят сцену концертного зала в квартиру. В пятницу в Омске состоится мега-квартирник. Об этом сегодня в эфире радио «Монте-Карло Омск» рассказали участники и авторы программы Валерий Перминов и Олег Романов. Проект появился еще в 2020 году во время первого локдауна. Музыканты собирались дома у известного джазмена Перминова и репетировали, транслируя происходящее в YouTube. Обсуждения, шутки и житейские рассказы, сопровождаемые игрой на музыкальных инструментах, собрали хорошую аудиторию. Так что, как только появилась возможность вновь выступать на сцене, подготовили программу и провели первый мега-квартирник «Саншлага». Предстоящий концерт уже окрестили самым неформальным мероприятием Омской филармонии. Давняя тоже моя идея, чтобы на сцене поучаствовало больше, можно больше молодежи. Поэтому у нас будут относительно молодые коллективы, которые будут те, которые вообще первый раз выйдут на сцену. То есть будут дебюты? Да, будут дебюты. То есть, ну, очень интересные форматы. «Андеграунд» и еще одну тему я затронул, которую очень давно хотел вообще сделать большую программу. Но здесь мы покажем вот то, что могло бы быть. Это клейзмер-джаз, да, это еврейская музыка. В гости на сцену-квартиру заглянуты хорошо известные музыканты и коллективы. Григорий Вевер, Анна Шинковая, джазовый ансамбль, саксофонисты. Специальные гости концерта – джазовый пианист Григорий Бровик и диджей Шарк. 21 января в 19 часов в концертном зале. Пока большой хоккей на паузе, болельщики «Авангарда» поддерживают молодежь. Комские ястребы на льду Академии сегодня проведут первую игру в новом году. Соперник – «Медведи» из Новокузнецка. В этом сезоне команды уже провели две встречи. Обе завершились победами о мяче 5-1 и 5-4 в овертайме. В составе ястребов наиболее ярко отметился Павел Леука. На его счету три шайбы – у Алексея Прокопенко и Вячеслава Малова по две. Отмечу, последний раз наша молодежка уступала Новокузнецку в 2018 году. Победа о мячам нужна была любой ценой. Подопечные Виталия Черначуба борются за путевку в плей-офф. А вот соперники имеют лишь гипотетические шансы на попадание в серию игр на вылет. В составе мячей на лед, возможно, выйдет нападающий Илья Рейнгард, который в январе приступил к тренировкам после травмы. Три месяца проходил реабилитацию, наконец-то с командой начал тренироваться. Готовимся к домашней серии. Шесть игр подряд дома, а очень важные игры будут. Обращаем внимание на игру в обороне, на выходы из зоны, среднюю зону. Добавились новые упражнения. Команды находятся в оптимальном составе, но мы ожидаем помощи с ВХЛ. Это Машков, Фигурин и Савченко. Добавляет принципиальности встречам и то, что в составе нашей команды играют воспитанники кузбасского хоккея. Вратарь Станислав Бережной, защитник Артем Мурылев и Андрей Перфильев, а также нападающий Николай Хворов. Удастся ли им сегодня отличиться в игре против родной команды, узнаем уже вечером. Съемочная группа 12 канала организует прямую трансляцию на YouTube-канале молодежной хоккейной лиги. Начало в 19 часов по омскому времени. Спасли из плена. Видеоролик об освобождении лося, запутавшегося в проводах, стал одним из самых популярных за выходные. Дикий зверь попал рогами в ловушку из низковисящих кабелей. Пытаясь выбраться, пленник только сильнее запутался. Операцию по освобождению возглавили водители. Именно они сообщили в полицию, что на 389-м километре трассы Тюмень-Омск в Кювете лежит лось. Ситуацию усугубила метель, которая задержала в пути спасателей на спецтехнике. Чтобы освободить запуганное животное, пришлось потратить несколько часов. Сильный дикий зверь не подпускал к себе людей и все время норовил сбить своих спасителей с ног. С совместными усилиями полицейских, сотрудников МЧС и неравнодушных водителей лося все-таки стреножили и повалили на землю, после чего животное удалось освободить от проводов. Видимо, от усталости и шока Сахат и не спешил убегать. В лес зверь направился только после того, как в него начали кидать снежки. Егери выражают благодарность всем, кто принял участие в спасательной операции. Однако рекомендуют, если вдруг заметили дикое животное, попавшее в беду, не нужно пытаться самостоятельно оказать ему помощь. Это опасно для человека. Дикий зверь в состоянии шока может напасть на своего спасителя. Лучше позвонить в МЧС или в полицию. Я мужикам позвонил, они с веревками не совсем приехали. Я инструментов набрал, чтобы понимали, что это перестригать надо будет проводать. Одному там делать нечего. Но сначала оценить всю обстановку. Как бы группой надо действовать, потому что на одного животного и внимание-то у него на одного будет. Может убить просто. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра, 18 января, в Омске ясная температура воздуха ночью минус 16, минус 18, днем минус 12, 14. В районах переменная облачность ночью минус 17, 20. В дневные часы термометры покажут 15-17 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова